На Комсомольской 159А поселилось счастье. А точнее, оно переехало из 7-го микрорайона. Речь идет об открытии дома семейного типа Парфеновых, людей, для которых забота об оставленных родителями детях стала образом жизни. Потому в знак признания от областного и городского исполнительных комитетов комфортабельные условия для воспитания детей, без пометки «сирота». Сегодня в дружном семействе воспитывают девятерых детей. Четверо из них – биологические, остальные – приемные. Хотя Парфеновы не делят мальчиков и девочек на чужих и своих. Сама же история началась не в 2015-м, когда официально появился статус приемных родителей, а именно в тот момент, когда Татьяна и Николай переехали в дом, который находился возле детского дома. С тех пор их сердца и растопили малыши с грустными глазами. Мы взяли Захара, ему было два годика. Потом через год у нас появились Ираника с Арсением, они с нами прожили два года, потом вернулись к своим родителям. Потом у нас появилась Вика, потом появились Милана, София. Моя семья для меня все. Скажу больше, я в них влаживаю все, что можно вложить, заботу, душу. Они все, это моя жизнь. Я привыкла жить в таком ритме. Я привыкла помогать своим детям, наставлять их. Еще недавно Парфеновы жили в трехкомнатной квартире на проспекте строителей. Как говорится, в тесноте, да, не в обиде. Однако куда приятнее дом, где все предусмотрено. Особенно, когда есть семь полоценных комнат, гостиная, зал, просторная кухня, санузлы и даже помещение для хранения игрушек и футбольных мячей. Во время строительства жилища специалисты предусмотрели все до мелочей. Такой проект Бобрусского завода КПД первый в городе. Мы его буквально в течение 19-го года именно планировали и проектировали. В результате чего, я уверен и считаю, получился хороший комфортный дом. 246 квадратов. Средняя стоимость получилась у нас где-то 1460-1450. Где-то так мы сейчас просчитываем уже окончательную стоимость. Ну, достаточно комфортная цена, я считаю, для такого дома в 246 квадратных метров. Дом семейного типа Парфеновых стал седьмым в городе и юбилейным 50-м в Огилевской области. Ни один праздник, как известно, не обходится без дружной беседы за столом. Выпить чашечку чая с тортом семейство всегда только за. Тем более, когда рядом столь почетные гости. Кажется, в этот момент самое время поделиться своими радостями. Особенно, если тебе 4 и еще недавно в роли мамы была воспитательница в детском доме. Так произошло в жизни малышки Софии. Но что касается уютных комнат, то совсем скоро они пополнятся практичными подарками. Новоселам вручили сертификаты и паспорта. В числе презентов – корпусная мебель на сумму 10 тысяч рублей от облсполкома, посудомоечная машина и морозильная камера от руководства Бобруйска, ноутбук и пылесос от детского фонда. Подробнее о доме, где живет счастье, расскажем в воскресенье в итогах недели. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.